Около полутора тысяч военнослужащих, вооруженных Сеуроссийской Федерации и Узбекистана, примут участие в совместных учениях. Будет задействовано порядка 200 единиц военной техники, в том числе авиационной, которая призвана обеспечить поддержку с воздуха совместной группировки войск, осваивающих учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. В Среднеазиатском регионе Россия играет роль гаранта стабильности и безопасности. При этом Средняя Азия также важна для России, как и Россия для Средней Азии. Дело в том, что экономический потенциал и вооруженные силы, мощь вооруженных сил Российской Федерации, они являются главенствующими и по сути тут нет государства сильнее, чем Российская Федерация. За долгие годы конфликта и продолжительных боевых действий в стране, мировым сообществом было принято множество попыток выстроить диалог с представителями группировки и прийти к мировому соглашению. Однако среди экспертов бытует и противоположное мнение, сторонники которого уверены, что диалог с Талибаном невозможен на приоре. Некоторые эксперты считают, что с Талибаном можно как-то договариваться. Мы помним, что недавно были переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с представителями Талибана. Они считают, что это не Аль-Каида, это не ИГИЛ, но по сути Талибан это рассадник терроризма и экстремизма во всем регионе. Сложность охраны границы, расположенной на горной местности и потенциальные урозы, исходящие от радикальной группировки, вновь активизировавшиеся в регионе, побудили Узбекистан и Таджикистан принять решение о начале совместных военных учений с Россией на границах обеих республик с Афганистаном. Дело в том, что граница с Таджикистаном, Узбекистаном, она не имеет сплошного покрытия. В силу сложности рельефа есть дыры, через которые начнется инфильтрация различных боевых групп. Следует ожидать в ближайшем будущем рост экстремизма, терроризма на территории как Таджикистана, так и Узбекистана. Напомним, что между Соединенными Штатами и сторонниками радикальной группировки была договоренность о начале талибанам переговоров с официальными властями Афганистана после вывода международных коалиционных сил с территории страны. Однако прошедшие вдохи переговоры талибов и ведущих афганских политиков в конечном итоге так и не привели к прекращению огня. Фарид Адилов, CBC